Я разумслял, что это из-за одной метафолы противопоставления и другой метафолы. Кроме того, в конечном сезонируемое значение через точность, с одной стороны, и справедливость, и честь, и с другой стороны. Конечно, честь, и честь. Но дело в том, что все равно это свойство субъекта. А, помимо субъекта, это некий имплицентный читатель, то есть читатель, заложенный, как перед этим самым субъектом. Не этот специальный читатель, мы не можем субъектить, по-другому человеку, который не обвиняется в том момент, а тот самый читатель, который закладывает, ибо в этой ситуации совершенно иначе был расположен приемитель. То есть, может быть, как раз некий форму жесткости воспринимает форму абсолютной откровенности, размышленности и открытости, и подачи, и возможности внистия своего автора, и кадры ядового понятия. И наоборот, некий вопрос честности, как мы сейчас находимся, будет постараться некий довольно эстетическим субъектом, который вспомнил на собственную тему. Да? Водзор будет. То есть, как разница между субъектом, и тему читателя, это же государство, это естественно. Тебе, кажется, это непонятно? Какая вещь? Вы понимаете? Это непонятно, что они не знают. Это, как называется, просто нефология. Это, как разница, нефология. Я думаю, что это нефология. Это, как разница, нефигура, 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 нефигура. И, глядя на то, что он – это сам, я говорю, «патологический похож на молодого прибылина», наружно, я сейчас пытался понять, до чего в этом и нефигура. То есть, совершенно невозможно, как молодой Бабикуллин бы это сидел и вот это всё в каком-то таком, ну, только там было чуть поменьше помещение, в петельских квартирах можно найти такого родного пространства для такого потёртого, напомнившего лучше времена. Ну, вы понимаете. И подумал я, что вообще дипостазирование релективных понятий – это всё-таки характерное свойство для достойной эпохи, по-видимому, которая имеет полное право выступать в головах отдельных людей в любой момент, да, но, в принципе, скорее всё-таки вот так от Украины. Почему я думал про это дипостазирование? Потому что какая-то сила, какая-то слабость. Ну и что? Значит, сила и слабость, они ведь релективные, они функциональные. Значит, чьё-то это было вон му о том, что все читатели на свете и делитесь на тех, кто полагает, что модельстановская ритма, а Буяна и Франсуа – это плохая ритма, скинуть меньше зло, которое, понимаете, ритма исключительная по своему блеску. Но блеск, единственное, не в том, что там много звуков совпадает, да, а в том, что у работ она производит несовпадение этих звуков, да, то есть формальной слабостью. В этом детстве в частности и в современном поэзии вообще. И, с этой точки зрения, совершенно не случайно, что, например, те персонажи, которые выникают в эпатуре Ватерины Соколовой, без ситуации все-таки не оказываются. И это, кстати, относится и к тем текстам других авторов, которые сегодня получают, будь то, что Ваприя Зоробинский, и, там, допустим, не проплучавший колец, и барабан, и вот это все так. Вот эти смешные люди, смешных полагания, они производят некую существенную важную работу в современной культуре. И, в этом смысле, высказывание, в этот момент, является совершенно сильным высказыванием. Таким образом, это слабость является функциональной, если так называющим, можно посчитать, например, «нежда ра». И, то есть, я на выходе из этого наука хотел спросить у ваших ребят, вы все-таки всерьез или как? Значит, то есть, потому что для того, чтобы выйти за скотки, вот это представление о силе слабости, о ее каперниканском потенциале, переворачивании, переозначивании, о том, что слабость не сама по себе хороша, и сила не сама по себе плоха, а в некоторой сложной конфигурации динамической, для того, чтобы вынести это на скотки, и говорить об этих гипостазированных существах как бы по отдельности, нужно очень, как бы, большую операцию вычитания произвести из своей головы. Да. Вы действительно ее произведите, да, да, зачем? А если нет, что вы не лените? Ну, Митя, ну, это была задача. Мы не едят маски сейчас. Нам раздали маски. Это не все. Ну, что значит «иссерьез»? В смысле? Мы пытаемся, как бы, вложить некие важные для нас вещи, какие-то наши соображения в некоторую массовую форму. Да, я полностью согласен, так же, что я говорю, но это не обменяет того, что есть вещи, о которых я говорю, которые можно объяснить в частности через идею слабости, или можно объяснить через идею синего. Я бы мог взять и переписать этот свой наброс в текст, который я был в начале, как я показал, с тем, что образованы заменительные скидки и сопротивление из энергии вот этого. Ну, в смысле, зачем? Это может быть интересно, а какие-то другие все такие, как бы, задания, ситуации интересны тем, что они расставляют полдышки, вокруг которых можно сопротивляться. А мы с людьми и ворусы. Ну, э-э-э-э. Ну, что-то не делаем. А мы с людьми. Продолжение следует...